Цветок В разговоре с друзьями И даже наедине с собственными мыслями Не уставал повторять, что все осталось как было И меня по-прежнему волнует летняя сессия И поездка на Кавказ Пока не случилось вот что Одно из пятен вздулось нарывом Нарыв лопнул И из его образовавшейся ранки Как из распустившегося бутона Выполз цветок Тонкие нежно-сиреневые лепестки Симметрично разбежались в разные стороны Образовав подобие ромашки С красно-бордовой крапиной в середине Когда я попытался прикоснуться к ней Лепестки ожили и укрыли от меня свою сердцевину Я хотел повторить попытку Но у меня не хватило мужества И тут я заметил, что стены окна моей комнаты Словно отражение в выгнутых зеркалах Струятся куда-то вверх И я остаюсь внизу На дне пропасти Образованной ими Я новь взглянул на цветок Что же это за болезнь такая? И лишь произнеся это слово Болезнь впервые понял Что болен Болен серьезно И причиной моего недуга Является этот самый цветок Как ни в чем не бывало Красовался он чуть ниже локтя И уже оправившись от моего вторжения Вновь расправлял лепестки Эта идиллия вызвала вспышку злобы во мне Я почувствовал, как кровь приливает глазам И опять все вокруг ожило и побежало вверх Я повалился на пол И долго лежал с закрытыми глазами Когда мрак рассеялся Передо мной стояла женщина в белом Стройность ее фигуры Частота линий Холодность и строгость точеного лица Раздражали Ты думаешь Всегда оставаться такой? Бросил я ей Красота не бывает вечной Ты прав, сказала она У прекрасного есть свое время Это будущее Я пришел в себя и сел на стул Стены и окна успокоились Цветок, удобно расположив лепестки Безмолвствовал К врачу Скорее к врачу Мелькнула первая ясная мысль Я выбежал на улицу Это не рак Конечно не рак Просто какой-то цветок Такие сейчас лечат Я уже представлял операционный стол Лысенького хирурга с клещами в руках Выдерут, как гнилой зуб Даже следа не останется На что жалуетесь? Не переставая писать Спросил меня врач В общем-то все нормально Почему-то решил оправдаться я Вот только это Я засучил рукав Что это? Прозвучал безучастный вопрос Цветок? Врач поверх очков посмотрел мне в глаза Укоризну излучал его взгляд Словно обвинял меня в чем-то И мне вдруг стало обидно За себя? За свою дурацкую болезнь? Ну что ж Вновь заговорил старичок И так бывает Что он этим хочет сказать? Что моя болезнь Исключительный случай Да это же самый обычный цветок Ведь его удалить можно Я хотел заглянуть в глаза старичку Но не отыскал их За толстыми линзами Можно Поддержал меня он Но я думаю Он и сам завянет Как возмутился я Чтобы я так и ходил Вот с этим А что в этом страшного? Вас же не просят Его всем показывать? Да Но Опять вспылил я Но успокоился Потому что стены и окна Дрогнули Готовясь устремиться вверх Тогда я снова заглянул В глаза старичку Ну как и в первый раз Натолкнулся на барьер Из толстых линз В аптеке толпились люди С бельмами на глазах На ощупь пробирались Они к отверстию В толстом стекле Когда я пристроился К их очереди Возникла Женщина в белом Он не в твоей власти Сказала она Ты о цветке? Да Ее раскосые глаза Усмехались На улице она Неотступно следовала За мной В чем ты меня упрекаешь Что красота моя приходящая Но ведь ты тоже боишься Вечности На другой стороне Под неоновой вывеской Кафе Выстроилась очередь Коротая минуты Никчемного дня Люди безумно Болтали Боязнь тишины Пустоты И одиночества Как ниточки В марионеточном театре Термошило их члены И страх этот Они принимали за жизнь И могли оставаться Довольными собой Я перешел на их сторону В надежде отвязаться От белой спутницы Одного из парней Толкнул в плечо И попросил Прикурить Пока Чуть потрескивая Искорками селитры Раскуривалась сигарета Я ощутил себя В этой толпе Будто я Этот парень А улыбчивая брюнетка Напротив Слушает Не его А меня Но зажигалка Закрылась И утонула В кармашке Новеньких джинсов Я опять остался Один Со своими цветами Я снова Перешел Улицу Постоял У подъезда Докурил Сигарету И поднялся На второй этаж В неприбранной Комнате Валялись Учебники Куртка Висела На спинке Стула А с пыльной Поверхности Зеркала Смотрела Бледная Физиономия С ввалившимися Глазами Я Расстегнул Пуговицы На рубашке И подсел К окну Большое Сиреневое Пятно Маячило Чуть ниже Локтя И в тусклом Свете Уличного Фонаря Уже В который Раз Я принялся Рассматривать Его Красно-бордовая Крапина Совсем Сел 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 На диван И больше Не обращая Внимания На упорное Сопротивление Принялся Расплетать Лепестки Я чувствовал Как мышцы Мои Приобретают Упругость Как Неимоверно Тугая Струна Натягивается В моем Мозгу Вскоре Я добрался До сердцевины Красно-бордовая Она покоилась В глубине Замысловатых Сплетений Как Жемчужина На дне Раковины Некоторое Время Разглядывал Ее блестящую Поверхность А когда Ноготь Прикоснулся К ней Ощутил Нечто Твердое И гладкое Словно Это и была Настоящая Жемчужина Но здесь Лепестками Овладело Новое Дикое Беспокойство Движения Их Стали Организованными Они Сложились В огромный Ком И Обвили Мой Палец Тошнота Подступила Горло И я Сомерзением Отдернул Руку Лепестки Сразу же Перестроились Сложились Съежились И приготовились К новой Обороне Мощный Прилив Крови К вискам Чуть не Разорвал Голову На части Натянутая До предела Струна Острой Болю Пронзила Мозг Я чувствовал Как от напряжения Кривится Рот Не в силах Отвести Взгляд Я смотрел На это Наглое Поселившееся На моем Теле Существо Которое Теперь Открыто Диктовало Свои Условия И тут Я не Выдержал Как Нелик Трезованный Вцепился В цветок И Превозмогая Боль Вырвал Его Рука Охваченная Судорогой Тут же Разжалась И сквозь Забытие Только Услышал Как на пол Упало Что-то Твердое Белая Спутница Уже Сидела Напротив Ты Убил Его Гадко Щурис Сказала Она Никогда Не ощущал Я себя Таким Ничтожным И жалким Голос Мой Куда-то Пропал Я Крепился Чтобы Выдержать Эту Пытку И не Заплакать Ты Добился Своего Теперь Ты Будешь Как Все А Какие Они Все Но Она Не Пожелала Ответить Глаза Ее Покрылись Стекляшками И Больше Не Терзали Меня Рука Была Залита Кровью Кровь Испортила Обивку Дивана Забрызгала Пол Но Голову Словно Выпустили Из Тисков И По Телу Разливалось Приятное Ощущение Отходящей Боли Я Откинулся На Подушку И Уставился В Потолок Мне Показалось Что Я Могу Заснуть Но Только Закрыл Глаза В нос Ударил Запах Бензина И Я Ощутил Себя На Улице Вдоль Холодных Белых Домов Стоят Толпы Людей Они Выстроились В Длинные Очереди И Чего То Ждут Стоят Они Очень Давно Но Не Устали Ждать Чем Больше Проходит Времени Тем Настойчивее Они Это Делают Многие Из них Так Простояли Уже Целую Жизнь Они И Умирают В Ожидании Стоя Толпа Столь Густа Что Не Все Из Них Падают И Порой Трудно Понять Кто Из Них Еще Жив А Кто Уже Умер И Я Один На Этой Переполненной Людьми Улицей Я Ничего Не Жду Потому Что Не Знаю Чего Ждать Но Не Только В Этом Причина Моего Одиночества Я Страдаю Комплексом Неполноценности Стоит Стоит Мне Закатать Рукава Как Все Видят Что Руки Мои Словно Ветви Деревьев Густо Поросшие Цветами И Люди В очередях Отворачиваются Плотнее Смыкают Непроходимые Шеренги И Я Боюсь Даже Подступиться К Ним Прячу Руки В Карманы И Молча Хожу Между Неподвижными Рядами Когда Мне Надоело Так Без дела Слоняться Из Конца В Конец Улицы Я Открыл Глаза И Снова Очутился В Своей Комнате Вдруг Пелену Полосна Прорезал Звонок Кто Б Мог Прийти Ко Мне Ночью Но Все Равно Это Живой Человек В Переднюю Вошли Трое В Одном Я Узнал Врача Несколько Часов Назад Вручившего Мне Рецепт Я Проконсультировался По вашему Случаю С компетентными Людьми Я Подробно Описал Им Своеобразие Болезней И мы Пришли К выводу Что Имеет Смысл Отправить Вас В Санаторий Мы Понимаем Как Неприятно Находиться Вам Среди Людей А там Вас Подлечат И вы Снова Будете Здоровы И Жизнерадостны Да-да Я понимаю Еще не собравшись С мыслями Поддакнул я Тогда Не заставляйте Нас ждать У санитаров Он кивнул На мужчин В шляпах Полно Вызовов Да-но Попытался Сказать Я О случившемся Не беспокойтесь Он Опять Вырастет На лестничной Площадке Меня Подхватили Под руки А внизу Поджидала Машина Сиденье Мягко Покачивалось И от мысли Что я не один Становилось Легче Все Приключившееся Казалось Глупой Фантазией Я Поудобнее Откинул Голову И Заснул Проснулся Я В белой Стерильной Комнате На белоснежной Постели Чистенькие Занавески Закрывали Окно В углу Стоял Телевизор На тумбочке Рядом Лежали Газеты Они Были Сегодняшние Но читать Не хотелось И я Положил Их На место Откинув Одеяло Я Встал На мне Была В зеленую Полоску Пижама Тоже Очень Свежая От нее Еще Пахло Крахмалом И на сладках Она Похрустывала На полу Поджидали Шлепанцы Тем Временем За занавесками Явилось Первое Разочарование Окно Оказалось Матовым И непрозрачным Странно Подумал я И направился К двери То что она Не открылась Меня не удивило Неприятнее Было Другое В ней не было Ни ручки Ни замочной Скважины Тогда я подошел К телевизору И повернул Ручку Но привычного Щелчка Не последовало Я заглянул В телевизор Сзади Там было Пусто Ни ламп Ни трубки Это черная Пустота Как током Ударила меня Где я И тут Словно кто-то Толкнул Меня в спину Я бросился На дверь Принялся Кричать Бить кулаками Не дождавшись Ответа Метнулся К окну Но эффект Оказался Тем же Тогда я Опять Выбежал На середину Комнаты И вдруг Понял Что мне Страшно Что я Лишаюсь Сознания Что я Чтобы не Удариться Головой А пол Я сделал Два шага К постели Женщина В белом Сидела У моего Изголовья Но мне Больше Не было Стыдно Я был Жалок Знал Это И хотел Чтобы Меня Пожалели Тебе Плохо Сказала Она Я Кивнул Ты Сам Виноват В словах У ее Крылось Что-то Ужасное Но я Боялся Другого Она Может Уйти Ты Был Одинок Но Разве Можно Избавиться От Одиночества Ты Хотел Чтобы Хоть Кто-то Восхищался Тобой Зачем Тогда Гонишь Меня Но Я Продолжал Молчать И Она Исчезла Когда Я Проснулся Комнату Все Так Ж Озарял Свет Матового Окна Но Верхней Части Пижамы На Мне Не Было Руки Мои Лежали На Одеяле И Уже Мало Напоминали Руки Это Были Ветви Деревьев Увитые Цветами Я Посмотрел На То Место Под Локтем Откуда Вчера Вырвал Цветок Там Распускалось Целое Соцветие Во все Стороны От него Разбегалось Множество Бутонов Покрывая Все Вплоть До Кончиков Пальцев Я Попытался Пошевелить Руками Но Тщетно Они Больше Не Принадлежали Мне Я Умираю Подумал Я Эти Гадкие Цветы Завладеют Всем Моим Телом Мне Не Хотелось Умирать Я Не Знаю Что Прельщало Меня В этой Необязательной Жизни Все Виделось Ложью Которую Я Старательно Собирал И Копил Чтобы Потом Обстоятельно Лгать Себе И Другим И Потому Жажда Жизни Наверное Такая Ж Ложь Только Одно Было Правда Сиреневые Цветы С Кроваво Бордовой Крапиной В Середине И Я Опять Осмотрел Свои Руки И Они Не Показались Мне Чужими И Отвратительными Больше Не Думая О Смерти Я Заснул В Другой Раз Я Помню Себя Посреди Комнаты Я Стоял Расправив Руки Ветви И Благоухал Моя Белая Спутница Ходила Рядом И Любовалась Мной Она Медленно Говорила А Я Слушал Ты Прекрасен Ты Необычен У Тебя Хватило Мужества Поставить Себя Над Людьми Сейчас Они Не Понимают Тебя Они Ищут Прекрасное Там Где Его Нет Но Однажды Они Придут Сюда И По Заслугам Оценят Твой Подвиг Ты Станешь Символом Красоты По Стопам Твоим Пойдут Многие Я Слушал И Молчал Тело Мое Было Увито Цветами Местами Они Росли Так Густо Что Уже Трудно Было Отделить Один От Другого Я Превращался В Гигантский Цветок Только Голова Еще Оставалась Моей Я Мог Даже Говорить И Думать Но Ни Того Ни Другого Мне Не Хотелось Я С Благоговением Ждал Когда Последние Остатки Того Что Именуется Волей Покинут Меня Я До Конца Перейду В Красоту И Аромат Мне Не Пришлось Долго Ждать Я Ощутил Как Фиолетовые Щупальца Обвивают Мой Лоб Располагаются Вокруг Глаз Заполняют Щеки И Вот Уже Ничего Не Вижу Только Сиреневая 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 Я Умер Долго Много лет Простоял я Цветок Посреди Белой Стерильной Комнаты Все так же Свежи и Прекрасны Были Мои Бутоны И такой же Аромат Вивал Меня Все так же Ходила Рядом Моя Спутница В белом И так же Восхищалась Красотой И Непревзойденностью Ветвей Моих Шли годы И однажды За дверью Послышались Шаги Потом Шепот Речь шла Обо мне Раздались Удары Били в дверь И когда доски Лопнули И рухнули На пол В комнату Вошли Трое Они были Странно Одеты Костюмы Словно Отлитые Из резины Плотно Облегали Их Неуклюжие Тела Из Небесцветных Капюшонов Выглядывали Такие же Бесцветные Лица Они Напоминали Резиновых Кукол Которых Забыли Выкрасить В одном Я узнал Человека Который Когда-то Вручил Мне Рецепт Люди Наперебой Говорили Это Прекрасно Голое Стец Патология Всегда Украшала Индивидуальность Пусть Смотрят Всему Своё Время Скудость Искусство Извращает Психику Ненормальность Лучше Нормальности Он Не Испортился Прекрасная Система Обслуживания И не Заметил Что Не Живёт Такое Чудо Только В нашей Истории Главное Предпосылки И столько Лет В неведении Прекрасное Прошлое Уже Перспектива На постамент На площадь Народу Меня Накрыли Чехлом И вынесли Из комнаты Потом Я куда-то Ехал Куда-то Поднимался Что-то Делали С моими Ногами Но Наконец Все Разошлись И наступила Тишина Белая Спутница Не замедлила Появиться Вид ее Был Странен Глаза Устремлены На меня Рот Раскрыт Но за Несколько Часов Она Не проронила Ни слова Потом Снизу Донеслись Голоса Они Приближались Их Становилось Все Больше Пока Не слились В единый Рокот Который Прорвал Один Пронзительный Голос Друзья Прозвенел Он Воздадим Предкам За их Мужество И силу Духа За то Что в годы Насилия И угроз Они продолжали Служить Прекрасному Искус Искусство 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 И толпа новыми возгласами приветствовала такое обновление. Теперь люди уверились, что могут сохранить меня вечно. И вдруг из толпы выбежала женщина в белом. Она приблизилась к моему постаменту. Вид ее был ужасен, раскосость пропала. «Это не он! Это ваша гадкая фантазия!» – закричала она. «Его надо уничтожить! Он!» Ей не дали договорить. Сотни рук вцепились в ее одежду. И тогда я в последний раз услышал ее голос. «Прости, ничто не вечно!» Я не ответил. Я не мог ответить. Но если бы даже мог, она сейчас умрет. И для нее все встанет на свои места. А я? Мне-то жить в веках. И для нее я не могу ответить. Продолжение следует...